Добрый вечер! Ура! У нас наконец-то получилось! С новым стрессом, друзья, но мы в эфире. Надеюсь, это слышно и видно. Мы ждем первых зрителей. У нас тема очень интересная. Вопросы и ответы связаны с темой смерти. Такая разная смерть. Да, потому что есть и хорошая смерть, и плохая. Я сейчас пробираю, мы на самом деле такие у себя. В прошлый раз, когда мы обсуждали эту тему, появилось несколько вопросов от зрителей. Мы обещали, что мы их обсудим, когда только будет возможность. С сожалению, на то, что в неделе это у нас из-за технических причин не получилось, но сегодня мы имеем такую возможность это сделать наконец-то. Надеемся, что нас хорошо слышно. Если есть такая возможность, пожалуйста, зрители, которые уже подключились, я вижу, уже несколько человек у нас подключается, и дайте знать, пожалуйста, насчет связи. Как нас видно и слышно, чтобы мы могли перейти уже к теме. Спасибо, что есть, потому что нам было трудно с техническими вопросами. Но сегодня будут ответы на ваши вопросы, поэтому будет интересный эфир. Как всегда. Пока я еще себя отлично вижу. Но так или иначе, я думаю, что пока здесь мы видим, что подключаются уже с нами 13 человек, то, может быть, мы начнем. И Владимир с нами. Добро пожаловать в нашу программу. Владимир Александрович. И будет отвечать на вопросы. Но я еще делаю вступление, потому что жду поезжания у себя. Ну ничего, давайте. На фейсбуке уже есть один лайк, поэтому я думаю, что мы на фейсбуке видны. Хорошо. Так что поехали с вопросами. Первый вопрос. Владимир, добрый вечер, во-первых. Добрый вечер. Мы что-то заговорились. Сразу, наверное, начнем с первого вопроса, потому что я думаю, что их довольно... Тут есть некоторое количество, так что время у нас пойдет незаметно. Первый вопрос. Говорят, что человек живет, пока этого хочет. Правильно ли это? Ну, по большому счету, это не совсем правильно. Многие люди не хотят жить, но по разным причинам продолжают жить. Некоторые просят смерти, но смерть к ним не приходит. И более того, желание жить может резко поменяться. То есть, когда его не было, оно вдруг может появиться. Я приведу пример. Когда я учился в военно-медицинской академии, там была у нас кафедра военно-полевой госпитальной терапии. Она специализировалась на людях, которые покончили жизнь самоубийством. Ну, допустим, выпили яд. Человек решил умереть и принимает яд. Но как только он принял яд, и к нему пришло осознание, что вот он скоро умрет, то все, тут же меняется все наоборот. Он теперь начинает изо всех сил цепляться за жизнь и готов делать все, что угодно, чтобы остаться живым. Так что вопрос тут гораздо более глубокий и не такой однозначный. Интересно. Сейчас, вопрос второй. Сейчас по всему миру участились случаи внезапной смерти. Почему? Ну, тут следует разделить на две группы факторов. Первая группа – это мы не знаем и не понимаем, по какой причине или не выяснена причина смерти. Вторая группа – факторов, связанных с известными и открытыми патофизиологическими механизмами. И вот некоторые из них я назову. Первый – это нелеченное нарушение ритма, склонное переходить в фибрилляцию желудочков, приводящую к смерти. Или внезапные желудочковые экстрасистолы, спровоцированные известными причинами или неизвестными, и величина, в которых экстрасистолы превышает величину зубца R в два и более раза. Вот именно такие. Это приводит к резкому сокращению межжелудочковой перегородки и прекращению дальнейших сердечных сокращений. Ну и, естественно, смерти. А также работа артериовенозных шунтов внезапно нарушает кардиодинамику, но это больше относится к внезапным обморокам, чем к внезапной смерти. Так, столько вроде понятных, но непонятных слов, поэтому мне кажется, что однозначного ответа на этот вопрос тоже мы не услышим и не выясним, скорее всего. Да, простого ответа на этот вопрос нет. Можно сказать медицинским языком, но он не совсем может быть понятен для обычных людей. Да, точно. Тогда перейдем к третьему вопросу. Почему именно сердце сжимается от боли и страха, и жалости, если это только вредит ему? Ну, сердце имеет очень большое изобилие нервных связей, нервных окончаний, сетей в себе и вокруг себя. А кроме того, во время внезапного стресса оно получает такое изобилие импульсов от всех регулирующих систем. И сердце не только сжимается от страха, оно также и раздувается от страха. И вот этот феномен даже получил особое название. Он называется синдром токацуба. Это когда на рентгенограмме сердце выглядит как горшок для ловли осьминогов. Потому что именно японский врач открыл этот синдром, он сфотографировал рентген сердца, и там сердце раздутое. Сейчас это в медицинском плане называется острая полунообразная кардиомиопатия. Но поскольку сердце источник жизни, то повреждение источника сказывается на всем организме, а не только на сердце. Да, что-то ты у нас заслез... А, всё, повернулся. У меня, кстати, когда ты сказал про вот это японское название, у меня сразу ассоциация возникла с этой рыбой, которая надувается. Я не знаю, она японская или нет, но почему-то у меня такой образ возник в голове. То есть понимаем, да, что не всегда сердце делает полезным то, что ему, а просто это реакция на всякие внешние... Ну, вообще сердце является таким чувствительным органом. Мозг — это калькулация, а сердце — источник чувств, поэтому страх и переживания, возможно, в этих мышцах происходит реакция. Мы же сжимаемся, когда боимся, и тревога у нас. Кстати, четвёртый вопрос про мозг. Как-то ты удачно сказал. Кто влияет на наш мозг, если мысли и ситуация в жизни не даёт радости? Я так услышал, кто влияет на наш мозг, если мысли и ситуация в жизни не даёт радости, да? Да, в жизни в конце, но вот это уже повторение, наверное, потому что мы понимаем, что про жизнь речь идёт, да? Ну, можно сказать, что на мозг влияет всё, что его окружает. Это прямая функциональная обязанность мозга реагировать на всё окружающее. Ну, что же касается ситуаций в жизни, которые не дают радости, так это уже интерпретация. Это зависит от настроя ума. Один печалится от того, что стакан наполовину пустой, а другой радуется от того, что стакан ещё на целую половину полный. Вроде как одно и то же, но разница только в настрое и в стиле восприятия того, что мы видим. У меня ещё продолжить могу, вот вопрос. Существует, что подсознание, которое управляет большую часть нашей жизни в течение дня, и мы можем испытывать. Находимся, например, в отпуске, в благоприятных условиях, чтобы радоваться, и ты говоришь, что пол стакана стоит воды. Если женщина асоциируется к пол стакана, она даже не осознаёт, откуда у неё плохое настроение. Возможно, она всю свою жизнь смотрела, как муж пьёт со стакана водкой. И это на уровне подсознания. Она даже не думает об этом, но плохое вот это настроение всплывает, и она может не знать, откуда. То есть источник может быть подсознания. Ну, я думаю, что Владимир имел в виду тоже вот общий настрой человека, какой у него подход к жизни в целом. И это тоже определяет, да, наверное? Безусловно, потому что на восприятие всегда накладывается жизненный опыт. Это то, о чём Радосов сказал. Всегда накладывается жизненный опыт, который создаёт соответствующий эмоциональный фон. Потому что я понимаю, что вопрос как раз этого касается, что иногда причин не видно, а настроение, мысли очень чёрное, мрачное, а реалистичных причин в течение дня ничего не случилось и так далее. Вот это кто как будто там даже сказано, кто там нам говорит. Кто влияет. Но я бы даже разделила, потому что здесь, если мысли не приносят, не дают радости, а если ситуация, мне кажется, это две разные вещи. Потому что мыслями можно тоже... Так и иначе. Это наши мысли. То есть ситуация, мы на неё смотрим, делаем какие-то выводы или воспоминания. Это всё наши мысли, которые провоцируют определённое настроение. То, как мы оцениваем это окружение. Да, мы тут уже пошли в философию. Да, тут появился вопрос ещё в комментариях, но я думаю, я его задам попозже, мы пойдём по нашему плану. И следующий вопрос. Говорят, что умирающий всегда испытывает боль. На вопросах. Боль имеет в себе очень большой компонент личностного и субъективного ощущения. Это же относится и к предсмертным ощущениям. Если человек верит, что сейчас вот он умрёт и попадёт в вечное мучение, и его черти вечно будут жарить на сковородке, то страх и боль от этого он может испытывать ещё задолго до смерти. Если человек не обременён такими предрассудками и умирает по варианту хорошей смерти, то боли там не из чего взяться. Кто будет ожидать боли перед смертью, тот её получит. Общий принцип такой. Понятно. Просто ясно. Тогда перейдём к следующим вопросам. Этот вопрос будет подлиннее. Начинается так. Может, не в тему. У моей мамы было кровоизлияние. Это я не про своё. Это одна из слушательниц. Уже четыре раза. И очень сильная. Была в реанимации два дня. Потом её перевели в палату. Я кормила её из шприца. Она не двигалась и не говорила. Я каждые два часа контролировал давление. Три месяца в больнице, уколы и таблетки. Так я и продлила жизнь. И так хотел сам Бог. Доктор удивлялся очень сильно, что она выжила. Ведь были легче случаи, а люди умирали. После трёх месяцев родственники забрали её домой. Она просила ещё год. Лёжа говорила только словами песен, которые помнила. Умерла, как только начался карантин. Всё время у меня вопрос. Делала я тогда хорошо, что сохранила её жизнь или нет? Эмоциональный вопрос. Делать всё, чтобы сохранять жизнь, это всегда хорошо. Хорошо по очень многим причинам. Если резервы сердца исчерпались, то человек умрёт, несмотря ни на что, несмотря ни на какой уход. Если резервы сердца не исчерпались, то он умрёт от недостатка ухода или недостатка медицинского пособия. Тот, кто способен быть рядом, человеку частичку себя и поднять этого человека, конечно, заслуживает только похвалы. Я бы таких людей заносил в Красную книгу. Если смерть пришла не ко времени, то с ней можно договориться. Но вот если такой вопрос «Смерть, где твоё жало?», то этот вопрос всё равно будет оставаться, стоять до тех пор, пока не решится в своей сути. И решится этот вопрос не усилиями людей. Ясно. То есть я так понимаю, что тот, кто задал этот вопрос, может успокоиться? Да. Поделана правильно. Хорошо. А что влияет на долгожителей? Наследственность, настрой. Как правило, долгожители не боятся смерти. А также долгожители, это, как правило, многоходящие люди. Ну и ещё хочу привести один китайский секрет. Как-то я выступал на международной конференции с докладом о развитии и причинах онкологических процессов в организме. И ко мне подошёл Агулов Александр Тимофеевич, кто занимается вопросами здоровья и висцеральной массажей, кто знает этого человека, и предложил мне поехать с ним в Китай. Ну я спросил, а что там интересного такого в Китае? Говорит, я уже был и хочу ещё раз поехать. И рассказывает, что ему предложили поехать в деревню китайскую. Согласился, поехал, не совсем понимая, почему его довезут. И когда привезли, он увидел, что люди там выглядят, вот если взять женщину китайскую, в той деревне, то со спины волосы длинные, не седые, и форма 18-летней девушки. Только когда она повернётся, то видишь, что лицо это уже не молодого человека, а внешне вполне здоровый человек. И вот он начал исследовать, чем отличается. Оказывается, в этой дереве никогда не едят сырую пищу. И с чем это? А я как раз затрагивал систему глютатион-пероксидазы, рассказывал, чем она. Это система, которая, ферменты, вырабатывается в печени, и она выполняет функцию такой прокладки или буфера. В кислой среде она ведёт себя как щелочная, а в щелочной как кислая составляющая. Поэтому она препятствует вот такому резкому перепаду окислительной доминанки в организме. И этот фермент препятствует старению. Если он хорошо работает, а у тех, кто едят пропаренную пищу, обработанную, ферментная система работает не от овощей, а своя собственная. Кстати, вот сыроеды, они едят еду, которая очень богата ферментами, и они выполняют функцию внутри организма. Так вот, есть для сыроедов и хорошая новость, и плохая. Хорошая новость, что они практически никогда не болеют, очень редко болеют. А плохая новость, что сыроеды, это, как правило, короткоживущие люди. Среди них долгожителей мало. Короче, умрут быстро, но здоровые. Да, где-то так. Понятно. Ты исчерпал уже ответ на вопрос или еще что-то хочешь добавить к этому? В основном да. Ясно. Да, потому что у меня тоже вопрос, кстати, про сыроедов появился, когда ты сказал насчет несырой пищи, которую употребляют те китайцы с той деревни, что вот как же так нахваливают, что вот только сыроедение, оно может нам сохранить жизнь. Да, здоровье может быть, но ненадолго, да, поэтому стоит задуматься. Надо понимать, что я химию. Вот, как это важно все-таки. Следующий вопрос тогда. А какие последствия для дальнейшей жизни человека приносит реанимация? Ну, самые разные последствия, как хорошие, так и плохие. И в каждом конкретном случае они будут сугубо индивидуальны. Так что обобщить эти последствия не представляется возможным и сказать какое-то генеральное направление невозможно. Для каждого индивидуально, в зависимости от целого ряда составляющих факторов. Понятно. Но мы не будем вдаваться сейчас в подробности. Зададим следующий вопрос. Каждый ли человек проходит через состояние предсмертной биологической консервации? Точного ответа на этот вопрос не существует. Потому что не было никаких исследований на эту тему. Но похоже, что это нечастое явление. Если родственники вдруг заявляют врачам, что вот они заметили, что вот умерший дышит, или он вдруг пошевелил рукой, то это всё списывалось раньше на реакцию горя родственников. И действительно так может казаться. Так действительно может быть. Но сейчас всё больше и больше накапливается фактов, что это происходит, и что это нельзя списать на воображение воспалённого ума. Поэтому я слушателям предлагаю провести такую личную исследовательскую работу в сети интернет на предмет, как вот что происходит вдруг. Это, как правило, сенсация, что человек встал. Конечно, некоторые из сообщений будут иметь явный сенсационный стиль. Но вы также найдёте много такого фактического материала. Например, похороны 200-300 человек. И вдруг тот, кто считается покойником, кого хоронят, открывает глаза, встаёт, и с удивлением смотрит на окружающих. Кто-то может сказать, что это постановка, и легковерный поверит всему, что ему скажут. Ну а рассудительные и внимательные люди найдут материал для размышления и будут анализировать. Кстати, в статье «Присмертная биологическая консервация», которая у членов ассоциации в личном кабинете, там содержится большое количество ссылок на такие случаи, появляющиеся в прессе. И там некоторые уж явно нельзя заподозрить, что это какая-то подделка ради чего-то. Интересно. Я вспоминаю, мы в одном из наших эфиров, это довольно давно было, ты рассказывал тоже про случай, когда давно-давно, по-моему, эти были звоночки на кладбище. Вдруг, если кто-то похоронен, но преждевременно... Я с кем-то обсуждал, что сейчас может кладут в гроб человеку телефон. На всякий случай? Да, да, да. Вместо этого звонка, чтобы он еще раз проснулся, чтобы он мог позвонить. Ужас. Ну, это имеет место. Раньше гораздо больше уделяли внимание, и даже между моргом и реанимацией было промежуточное помещение, когда люди там вылеживали 3-4 дня, чтобы уже стало окончательно, что он действительно умер, а не вернется снова. Интересно. Да, так что, если кому-то этот вопрос очень интересен, то приглашаем воспользоваться этими ссылками на всякие статьи, о которых главе я только что упомянул, и можно получить больше информации о таких случаях. Хорошо, перейдем тогда к следующему вопросу. А он звучит так. Почему вы считаете, что законно утвержденные признаки биологической смерти не являются таковыми? На что же тогда ориентироваться врачам? Это вопрос очень сложный. Я напомню, какие это признаки законно утвержденные. Это селедочный блеск и пелена на радужной оболочке глаза, трубные фиолетовые пятна на лежачей части тела, динамика снижения температуры каждый час на 1 градус, и трубное окоченение, то есть окоченение мышц в направлении сверху вниз. Для ответа на этот вопрос надо приоткрыть подноготную обычной научной кухни. Я постараюсь сделать, насколько это возможно. Это чрезвычайно объемный вопрос, но насколько это возможно. В чем состоит работа исследователя? Это наблюдение, измерение, накопление измерений, анализ накопленного материала, или уж потом на основе анализа выводы и фиксация. Фиксация того, что увидено, объективного, и происходит переход от непонимаемого, неявного, невидимого к явному, осознаваемому, видимому и очевидному. Все открытия проходят через эти этапы. Но как отношение вот к чему-то новому, допустим, как теряет свою значимость то, что ранее считалось истинной последней инстанцией, тоже наблюдается этапность. Первый этап, когда утверждается, что вот то, что вы говорите, не может быть, этого не может быть. Второй этап. Возможно, но в виде исключения, недоразумения, какого-то артефакта или отклонения от общепринятого правила. И третий этап. Но это же очевидно и не вызывает никаких сомнений. То есть, это новое уже принято обществом и считается само собой разумеющимся. Вот такие три этапа. Вот если в науке появляется новое явление, то его начинают измерять, описывать, исследовать и прямо в разных частях мира и по всему миру получается кто в лес, кто под рова, у каждого свое представление. Поэтому ученые со всего мира собираются на какой-нибудь международный симпозиум и договариваются, что какое-то такое усредненное понятие они будут считать относительной истинной, то есть рабочей версией. Ну, только для того, чтобы все говорили на общепринятом научном языке. И все остальные исследователи уже обязаны принимать во внимание вот эту договоренность. И часто звучит такая фраза. Представленные нами данные соответствуют рекомендациям международного сообщества, например, кардиологом, принятой на таком-то симпозиуме такого-то года. И это уже якобы должно приниматься по умолчанию. То есть простым человеческим языком, если перефразировать, то при подходе к новому можно сказать так. Есть я исследователь. Если я и заблуждаюсь, то заблуждаюсь в соответствии с договоренностью всего научного сообщества по этому вопросу. То есть я колеблюсь в соответствии с генеральной линией, выработанной учеными всего мира. И говорят так, все не могут быть неправы. Но история показывает, что вполне могут. Особенно в научной среде вполне могут. Иначе не было бы этапов, когда прежняя истина уже теряет свою истинность, как бы истинность. И употребляющее большинство научных исследований так или иначе употребляют следующий оборот речи. Именно приблизительно так говорится. Ранее мы полагали, что вот это так-то и так-то. Но последние исследования показали, что это совсем не так. А как? Оказывается, совсем по-другому. Вот так выясняется, что истина последней инстанции, даже закрепленные законом, вдруг оказывается, что это не так. И еще вопрос. Кому дается право начинать сомневаться в истинности какого-либо постулата естествознания? Вот тут тоже важно вот это понять. Вот, допустим, слово ученый у некоторых не вызывает какого-то возражения, а сразу же состояние уважения и доверия по умолчанию без всякого критического анализа. А уж если мнение или заблуждение закреплено законом, так тут вообще не может быть и речи о том, чтобы начать думать в другую сторону. Но тут надо разделять понятия. Есть научный работник, а есть ученый. Это не одно и то же. Научный работник, допустим, по законам нашей страны, Украины, это человек в штате, организации, где более 50% имеют штатных единиц научных работников. Если 49%, то они все тогда не научные работники. А ученый вообще может вначале даже не считаться в полном смысле научным работником. И, кстати, многие великие открытия делались людьми, не имеющими статуса ни научного работника, ни ученого. И лишь потом вдогонку им давали титул ученого. Вот, например, приведу такой пример автоколебательная реакция Белоусова-Жабатинского. Что такое автоколебательная реакция? Это Белоусов открыл, Жабатинский продолжил. Вещество А плюс вещество В получается вещество С. Вещество С плюс вещество Д получается вещество А. И заново по кругу. Вот это автоколебательная реакция, то есть своего рода вечный двигатель, который работает в средах организма. Так Так вот, Белоусом, кто он был изначально? Хулиган, босяк, который там химичил, что-то делал, всякие взрыв-пакеты, участвовал в революционной деятельности. Лишь потом вдогонку его открытиям дали какие-то названия и титулы. Поэтому давайте дадим и дальше накапливаться нестыковкам в оценке достоверности критериев биологической смерти, чтобы это все прошло все этапы. На обзор этого вопроса при смертной биологической консервации я использовал базу ЭКГ умирающих, которую накопил врач-реаниматолог Чепенко Владимир Иванович. Он уже умер. Он собрал большую базу, он лежал в институте. Я просто его взял, обработал и родилась эта работа. Но это все требует дальнейшего движения, дальнейшего исследования. Ну а сегодня на мои попытки договориться прийти с кардиографом в морг, они оказываются несостоятельными. И некоторые ответственные лица только тихонько крутят у виска на мои просьбы. Поэтому всеобъемлющего и исчерпывающего ответа на этот вопрос пока дать невозможно. Да, я бы сказала понятно, но тут надо еще вникнуть в это простое определение. Тем не менее, если кто-то захочет понять до конца, может прослушать этот фильм, особенно ответ на этот вопрос. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Может ли человек умереть хорошей смертью в варианте отнятия органа или системы? Может приблизиться к этому варианту, если у него остались резервы для естественного процесса умирания. Вот почему врачи не хотят умирать так, как умирают их пациенты. Почему? Потому что они видят, как умирают их пациенты и не хотят испытывать такие же мучения. А почему испытываются такие мучения? Потому что иногда предпринимаемые мероприятия, которые мешают ходу естественного умирания, забирают резервы для хорошей смерти. И что тогда? Тогда человек умирает в муках. Сейчас чрезмерно увлекаются и стремятся к радикальности. Есть радикальный подход. То есть это все вот, если опухоль убрать полностью или облучить полностью, или химию по всей программе, чтобы убить каждую клетку. А есть палеотивный подход, когда уже понимаешь, что ты не можешь радикально сделать. Поэтому что-то, чтобы облегчить жизнь, облегчить страдания, чтобы не так страдал человек. Поэтому чрезмерное увлечение радикальностью мало уделяет внимание палеотивности. И получается, что необоснованное стремление к радикальности утяжеляет исход пациента. Тогда как адекватные палеотивные мероприятия могут создать условия для лучшего качества последних дней жизни. Я хочу привести исследование. Оно было проведено в 2008 году в рамках национального проекта «Справиться с раком». Было опубликовано это исследование. Оно показало, что неизлечимо больные раком пациента, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, электрической дефибрилляции или компрессии грудной клетки, или были госпитализированы в реанимацию на грани смерти. Так вот, все эти люди имели значительно худшее качество жизни в их последнюю неделю, чем те, кто не получали этих вмешательств, а просто были дома. Представьте себе, вы лежите зафиксированными в больничной койке, во все естественные отверстия вашего тела вставлены трубки, и еще несколько трубок вставлены в искусственные отверстия. Которые сделали врачи. Вы еще живете, периодически приходя от бреда к реальности, но даже тогда, когда вы приходите в себя, вы не можете ни сказать что-то своим близким, ни о чем-то попросить. Даже простоя просьба, вот засыпаете вы, да? Вот Радослов засыпает, к примеру, и спинка зачесалась. Он говорит, «Беата, почеши, пожалуйста». «Беата, почесала» и все, и удовлетворенный он засыпает. А если такой же у человека, который привязан, лежит на койке, возникла «почеши спинку», это в муку целую превращается. Даже если ты будешь что-то мычать и просить медперсонал, то тебе в лучшем случае скажут, «Больной, лежите спокойно, не шевелитесь, вам нельзя дергаться». А в худшем сделают укол. Вот такое состояние. То есть далее вот это исследование также утверждает, что через шесть месяцев после смерти вот таких пациентов, которые были все в трубках, их опекуны или, как мы говорили, члены референтной группы в три раза чаще страдали тяжелой депрессией. То есть исследование утверждает, что делать то, что принято в таких случаях, хуже как для больного, так и для близких. Вот я приведу цитату из этого исследования, буквально цитирую. «Проведение последних дней в отделении интенсивной терапии из-за неизлечимой болезни для болезни и удачи». Конечно, следует сделать отговорку, что может быть большое количество не согласятся с этим исследованием. Но иметь личное убеждение по этому вопросу – это право каждого из нас. Но на что эти люди не будут иметь право, так это уйти из жизни, не заплатив по счетам за свои убеждения. За все надо платить. Поэтому наделать много глупостей и потом надеяться, что умрешь хорошей смертью, не получится. Надо знать эти закономерности. Допустим, мужчина с большим толстым кошельком, у которого при смерти его мама какой вопрос задаст и на что будет настроен. Например, так скажет – делайте все, что надо, я заплачу любые деньги. А по сути, может быть, надо просто провести последние дни рядом с мамой. Я хочу сказать из личного опыта, когда моя мама умирала, я сидел рядом, плакал и говорил, как я ее люблю и как я чувствую ее боль. Она утверждала, что ей становилось гораздо легче, когда мы были вдвоем. Поэтому есть принцип такой. Настрой ума играет иногда гораздо большее значение, чем сильные и дорогие лекарства. Да, логично, я полностью согласна. У нас тем временем последний вопрос, но прежде чем я его задам, у нас появился в комментариях вопрос, если можно, я озвучу, хорошо? Конечно, да. Что подразумевается под медицинским диагнозом синдром разбитого сердца? Прекрасный вопрос. Синдром разбитого сердца говорят тогда, как правило, когда ситуация привязана к несчастной любви. Вот тогда говорят синдром разбитого сердца. Но по сути, по патофизиологической сути, синдром такоцуба, это есть то же самое, что синдром разбитого сердца. То есть, вот это можно представить, человек, психическая сфера, это как песочные часы. Верхняя колба, а тело, телесная сфера, нижняя колба. А перешейчик, это сердце. Так вот, когда в психической сфере от такого стресса очень большое напряжение, так оно через этот перешей, продавливая давление, сердце как бы физически надувается, оно раздувается. Вот это и есть синдром разбитого сердца. Или синдром такоцуба. Но сейчас, когда это открыли, это была опекальная кардиомиопатия, а потом еще стали верхушечная, а потом еще у основания оно раздувало. Уже обнаружили, что сердце может раздуться по-всякому и по-всякому проявить себя. Поэтому у каждого проявляется это по-своему. Но синдром разбитого сердца напрямую относится к понятию синдрома такоцуба. Понятно. У меня следом появился вопрос в связи с этим синдромом. Можно ли это лечить? Или это состояние, которое проходит со временем само? Его лечить можно и нужно. Нелечивный синдром кардиомиопатии может приводить к тяжелым инвалидизирующим последствиям или даже к смерти. И более того, как и показали исследования, что при синдроме такоцуба очень много появляется условий для продолжения онкологического процесса. Допустим, если есть онкологический процесс и начинается вот такая стрессовая кардиомиопатия, то рак быстро растет. Понятно. То есть, например, если человек, допустим, болен раком и вдруг получает какой-то, не знаю, какой-то удар и очень сильно расстраивается, то это может повлиять на развитие быстро онкологического заболевания. Или у человека начал развиваться рак, он еще там первой и второй степени, ему делают исследования и говорят, у вас рак, мужайтесь, вам стоит пройти через круги ада, вы будете облучать, вас будут, оперировать вас будут. И человек вот это все. И вот вам синдром разбитого сердца. То есть, человек пока примет это, и есть же люди эмоциональные, есть менее эмоциональные. Если человек эмоциональный, то для него это крах. Это такой стресс, после которого рак начинает усиленно развиваться. Усиленно. То есть, это ядрогенная провокация, обусловленная неправильным поведением некоторых медицинских работников. Ну, у меня простой вопрос, если у кого-то разбитое сердце, и синдром разбитого сердца, то что можно делать, какие даются рекомендации, как противочействовать этому? Ну, у нас есть несколько психосоматических тренировок, когда мы заранее можем определить, мы психосоматику просчитываем, и заранее можем определить таких лиц, склонных к таким реакциям. Поэтому с ними работаем, им объясняем, на пальцах показываем, что показывают цифры, потому что психосоматика, человек склонный, он может получить вот такой синдром на пустом месте из ложно интерпретируемой информации. Поэтому, когда все наши члены, они всегда имеют доступ и могут получить объективную информацию своего сердца, им не надо угадывать или пугаться чего-то неизвестного. Мы делаем обследование и видим реальную картину, независимо от того, насколько она страшна. Ну, я считаю, что это всегда наша интерпретация, да? То, как лично мы смотрим на ситуацию, это вызывает нас именно эту эмоциональную реакцию. Вспомнил в молодости, когда был влюблен, я общался с девушкой по телефону, такому телефону на улице. Ты про какую девушку говоришь? Тебе тоже интересно, да? Ну, и общался, а она не отвечала и говорит, слушай, и я что-то говорю, она так не реагировала, потому что у нее звука моего не было. А долгое время я пытался и я воспринимал как игноранцию. То есть я у меня был сыном разбитого сердца после этого звонка, а она вообще меня не слышала. То есть я так интерпретировал вот эту ситуацию. Теперь все понятно про тебя. Ну, вспомнил этот случай, и мне кажется, как ты сказал, что правильно проинформировать человека. Это первый шаг к тому, чтобы успокоить его сердце. И может быть еще помочь ему интерпретировать то, что он услышал, потому что это тоже сильно влияет, наверное, на восприятие. Но я думаю, что очень плавно мы переходим к последнему вопросу, потому что ты уже начал про ассоциацию, членов ассоциации, которые получают верную информацию, очень детальную насчет собственного состояния. И вопрос звучит, чем ассоциация может помочь, чтобы у человека была хорошая смерть? Ну, по показателям языка сердца можно довольно точно прогнозировать ход процесса. Иногда можно довольно точно дать ответ на вопрос, есть или нет смысл дальше бороться. То есть, какие процессы, какие конкретно показатели нужно учитывать, то все это написано в статье, кто может решить, когда пора умирать. это в личном кабинете пользователей и пока еще в общем доступе для каждого на сайте ассоциации. А кроме того, мы помогаем человеку создать правильную установку, именно помочь изменить свое отношение к жизни и смерти, научиться жить не только сиюминутными вещами. Готовится обучающий курс, он называется «Реакции жизни». Очень с большим скрипом и кому захочется учиться умирать, когда он еще полон жизни. Об этом начинают думать только тогда люди, когда он уже одной ногой в гробу стоит. Почему? Потому что человеку нужна надежда, надежда умирает последней. И человек, теряющий надежду, становится очень уязвимым, вот это опасно, уязвимым и доверчивым, и он склонен начать доверять всяким необоснованным обещаниям. Например, шарлатанам, которые ему пообещали стопроцентное исцеление за солидное вознаграждение. Или человек полагается на официальную медицину совершенно не представляя ее реальной возможности в его случае. Не представляет, но просто надеется. Или надежда на какой-нибудь чудодейственный рецепт, который передала тетя внучатого племянника, которая по большому секрету получила его у неизвестного специалиста, который этим рецептом поставил на ноги уже не один десяток человек. Вот как правило, вот так оно. приходит. Поэтому готовность к хорошей смерти это определенный взгляд на жизнь, это личная философия жизни, которая приобретается знанием, и она подтверждена надежным и достоверным источником. И тут следует сказать принцип, тут важен принцип. Если смерть неизбежна, и пациент выразил желание умирать спокойно, то целью всех действий становится уже не продолжение жизни любой ценой, как правило, в мучениях, а цель другая, насколько возможно комфортное доживание того отрезка времени, который остался. Вот в этом и есть уважение к принципу святости жизни и признанию сердца как источника жизни. Но это не только личный взгляд, это точка зрения, подтвержденная проведенными научными исследованиями солидных ученых мира. Окружающие, как правило, из-за такого горя, что они могут смириться с событиями, очень часто внушают положительное мышление нужно, давай оно тебе продолжит существование и как будто все средства уже использовались, но положительное мышление обязательно можно продлить жизнь. По-моему, тут оно не нужно внушать человеку, если уже он... Но тут с другой стороны можно посмотреть это тоже положительное мышление, потому что ты, зная о том, что организм сам уже заканчивает жизнь, ты можешь либо выбрать эту хорошую смерть, о которой мы говорили, жизнь мучения, чтобы удовлетворить желания близких родственников, чтобы ты боролся с любой ценой, несмотря на то, что боль, мучения и так далее. Я согласен с тобой. Я вспомнил в одном эфире, я говорил о том звонке, который человек с падающего самолета делал, и у него было там 2-3 минуты, он позвонил близким, и, ну, конечно, сказал, что он их любит, сообщил, потом попросил их прощения, и сам сказал, что их прощает. По-моему, вот эти последние разговоры, которые они могут провести, они важнее, чем продлить любым способом человеку трубками закричь рот, чтобы он лежал в больнице. Ну, всегда это вопрос для предварительного обсуждения, а не вопрос, который решается в попыхах, в стрессе, в невыясненных взаимоотношениях и так далее, и так далее. Чтобы была хорошая смерть, не надо подготовиться, и надо иметь правильное отношение. Да, но прежде всего тоже к жизни, поэтому мы всех пошлием к тому, чтобы знакомились с работой ассоциации, узнавали побольше, да, вопрос? Вот я вспомнил таких некоторых людей, которые довольно рано еще в таком возрасте скажем, но я уже тоже ближе к старости, чем молодости. Люди, которые начинают много говорить о смерти, уже готовятся, хоть еще впереди, но симптомов нет, чтобы они готовились. но и смысл такого человека, того, что он так настраивается, это ускоряет этот процесс жизни? Нет, этот процесс не ускоряет, и как правило, те, кто готовятся и эмоционально готовы принять это, они живут дольше, чем те, которые боятся и со страхом ожидают этого. Поэтому не бояться смерти, это значит прожить дольше, бояться даже разговаривать. Я как-то на одном эфире предложил своему хорошему знакомому, вот давайте мы много вопросов про онкологию, я расскажу, что, как, вот, ну, набросай план. Я набросал, передал ему план, он прочитал и говорит, слушай, я только прочитал, и мне уже плохо стало от этого плана, что ты набросал, давай не будем. Ну, вот, вот это из того разряда, когда человек даже боится думать в эту сторону, как будто от этого он станет бессмертный, ничего подобного. Он все равно пройдет этот путь, но пройдет такой ценой, что если бы он реально знал, он бы начал уже перестраивать свои мозги задолго. То есть, давайте не бояться задавать трудные вопросы, потому что так или иначе мы получим эти ответы, но иногда они могут быть слишком болезненными для нас, поэтому узнать их заранее, ответы заранее всегда в пользу для нас. Ну, это можно привести пример, допустим, ты взял кредит в банке и пересрочил платеж. Если бы ты вовремя оплатил, да, то была бы там довольно такая небольшая сумма, а ты все время уходишь от этого, все время сбегаешь, все время опеня растет и растет и в конце концов ты должен будешь заплатить, но ценой такой большой, что ты, если бы знал, что такая цена будет, ты бы лучше наперед бы готовился к этому. Это точно. Хороший сравнение, понимаешь, кредит в сочинении это так правильно. Да, неприятно. Они приводят очень плохое состояние. Ну что, сегодня мы будем закругляться, у нас уже почти час. Спасибо тебе, Владимир, за интересные мысли и ответы на вопросы читателей. Если они будут слушателей и изречений, если они увидим новое, то мы тоже будем включать в распорядок следующего эфира, наверное, мы подберем с собой лично и в следующий четверг можем планировать, да? Может быть, чуть попозже, потому что сейчас идет работа над психосоматической сферой, вычисляется новый психосоматический индекс, это тратится много на взаимодействие с научными институтами, с профессорами, для того, чтобы обсудить, чтобы он был адекватен, принимаемый не только в ассоциации, а сделан языком понятным для ученого сообщества всего мира, то есть тут много работы, поэтому как только это будет, мы можем даже на эту тему сделать эфир. отлично, я думаю, что мы так или иначе сообщим о времени и теме нашего следующего эфира, спасибо всем за внимание, прежде всего спасибо Владимир за ответы на вопросы, которые задали наши зрители, слушатели, читатели, и будем ждать следующих встреч. Всем спокойной ночи.